Приветствую вас! Во-первых, наверное, нужно сказать, что зависимость никогда не возникает просто так. То есть, если зависимость появилась, то у этого всегда есть причины. Зависимость просто так, вот прям просто, да, просто так, зависимость не появляется. И тот факт, что она есть у вас, нужно для вашего мужа. Говорит о том, что муж сам по себе столкнулся с определенного рода проблемами, с определенного рода сложностями, с определенного рода конфликтами, с определенного рода трудностями. Если одним словом называть это, то можно это описать как пустота. Это ключевой момент. Пустота. То есть, у человека, условно говоря, имеет место быть пустота, которым пытается заполнить зависимость. Это может быть как наугольная зависимость. Это могла быть игровая зависимость, могла быть наркотическая, алкогольная, трудовая и прочее, прочее, прочее. Просто, ну вот, игровая зависимость оказалась ближе, игровая зависимость оказалась доступной, ну и, видимо, она ему что-то дает. Здесь мы плавно переходим ко второму пункту, что зависимость обязательно что-то дает человеку, что-то такое, в чем он нуждается, что-то такое, что ему нужно, что-то такое, что ему необходимо. И, в общем-то, очень важно для вас понять, например, в какие игры играет мужчина, что ему нравится, что он получает, как он себя чувствует в играх. И, возможно, имеет смысл разделить его зависимость. Возможно, имеет смысл разделить его зависимость, что это не сопротивляться и не обвинять его в том, что вот, ты играешь постоянно, ты зависимый, ты, там, такой-сякой и прочее. Нет, именно, речь идет о том, чтобы попытаться разделить его интерес и попытаться понять, что именно получает ваш муж от этой, собственно говоря, зависимость зависимости. Вот. Для чего? Опять же, для чего? Чтобы что? Чтобы понять, в чем нуждается ваш муж, и поняв, в чем он нуждается, постараться дать ему это, дать ему то, в чем он нуждается. Вот. Ну, то есть, словно говоря, вот, как раз, как раз, вот, какие-то вещи, которые он получает, и играет, допустим, в игры, те же. Вот. Вот. Это очень важный момент. Понимаете, да? О чем, о чем идем дальше? Следующее, что хочется сказать, это то, что очень важно не впасть в созависимость. То есть, чтобы не испытывать тревог по поводу того, что он делает, чтобы не испытывать проблем по поводу того, что он делает. Муж, я имею ввиду муж. Это очень важно. Важно. То есть, очень важно себя отграничить от него. Важно. 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 По крайней мере, точно. Для вас это варь. Вот. Значит, здесь, в принципе, можно порекомендовать. вам почитать книгу Валентина Москаленко. витке, к примеру, созависимость, смельная болезнь, вот, то есть, ааа, ну, ну, можно, аа, почитать об этом. можно почитать, может, в этой книге можно почитать на то, чтобы сохранить свое независимое от него. Вот, в принципе, такая история, такой момент, вот. На этом, в принципе, все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их блитку, я буду рад помочь. Если у вас остались, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам!